Всем здравствуйте! Меня зовут Еленя, и я приветствую вас на своем канале. Еленя через оборотное «э», вторая гласная «е», и третья гласная «и». Еленя. Не Лена, не Элен, не Леночка, никак иначе, а только Еленя. Упоминаю и говорю про это, потому что очень часто встречаюсь в комментариях, когда люди искажают мое имя, мне это совсем неприятно. Но все же, для чего я делаю это вступление и приветствую вас всех, впервые подписавшихся на мой канал. Я действительно рада новым подписчикам, и это видео записала только с одной целью, чтобы немножечко объяснить, как работает мой канал и в чем его отличие от других каналов. Мой канал направлен на самопознание, даже не на развитие, а именно на познание себя, на понимание себя. И вот на этом пути я использую как раз-таки Таро, именно как систему, очень глубинную систему, то, как она и была создана. Не для предсказаний. Я не использую предсказания, я не гадаю, я их не люблю. Я считаю, что система Таро, она достаточно глубокая, чтобы ее использовать так вот мелко. Но при этом я не отрицаю, что можно ее использовать и в таком формате. Итак, о чем мой канал? Как я уже сказала ранее, мой канал направлен именно на самопознание. Когда мы узнаем свои собственные процессы, что с нами происходит, почему мы поступаем именно так, причинно-следственные связи. Исходя из этого, кроме Таро, я использую и знание психологии. То есть канал – это, в принципе, микс психологии, Таро и глубоких эзотерических знаний. Как я их выражаю? Они не выражаются в раскладе, они выражаются в прямых эфирах, которые я провожу на своем канале раз в месяц, всегда в разделе «Сообщество». Я пишу про это, я приглашаю моих подписчиков, и мы вместе беседуем, я отвечаю на ваши вопросы. Я не делаю расклады онлайн на этих прямых эфирах. Примерно то, что происходит. Вы можете посмотреть в разделе плейлистов под названием «Прямые эфиры», чтобы понять, о чем мы там говорим. Итак, что касается непосредственно раскладов, у меня на канале нету повторных раскладов. Я всегда стараюсь придумать какие-то новые темы, взятые из вашей жизни. Многие темы предложены непосредственно подписчиками. Темы достаточно жизненные. главная задача и отбор тем, которые я делаю непосредственно для того, чтобы понять себя, почему я поступаю так или иначе. Я не делаю расклады на отношениях, хотя в плейлисте у меня есть такой плейлист, и там есть небольшое количество раскладов. Они были сделаны только потому, что я дала слово одному человеку, что я сделаю несколько раскладов на данную тематику. Я ее издержала. В принципе, это не моя тема. Я не работаю с темой взаимоотношений, хотя они так или иначе связаны с самопознанием. Теперь касательно раскладов. В своих раскладах, кроме познания Таро и психологии, микс этого, я, находясь в потоке, считываю информацию. Поэтому акцент я делаю больше на энергетике, на состояниях. И это делается, разговаривая я метафорическим языком, использую образы, аллегории, метафоры для того, чтобы избежать тот контроль вашего мозга, который включается, оценочный мозг, чтобы его обойти и поработать непосредственно с вашим бессознательным. Это именно процесс раскладов, который направлен. Далее, как мы выбираем позиции? У меня есть расклады на одну позицию, есть расклады на три позиции. Я всегда говорю своим подписчикам, что варианты выбирать не обязательно. То есть не суть. Здесь не нужно... В этом, наверное, есть отличие от других каналов. Прислушайтесь, ваши интуиции и так далее, и так далее. Наш мозг устроен так, что за 30 секунд до того, как вы определитесь, ваш выбор уже сделан за вас. Поэтому не нужно впадать в люди, что вы что-то выбираете. На самом деле уже все это выбрано за вас, вашим же мозгом. Вы только через 30 секунд осознаете этот ваш собственный выбор. Поэтому, исходя из того, что я делаю акцент непосредственно на информации, на своем канале, на состояниях, а не на гадания, ваши, не ваши, и так далее, и так далее. Независимо от того, какую позицию вы выберете, и я в прямом смысле сейчас и не шучу, вы услышите необходимую вами информацию. То есть можете даже проверить. Очень много у меня есть людей, подписчиков, которые говорят о том, что слушаем полностью весь ваш расклад и находим необходимую информацию. То есть акцент мы делаем в раскладах непосредственно на той информации, которую я слышу. И это самое главное. А не правильно выбрана позиция или нет. Далее, что мы делаем с той информацией, которую мы слышим? Я всегда рекомендую, поскольку мои расклады, они не развлекательны, они не для любопытных, то есть пришел так, не для потребителей, давайте так скажу, которые пришли, просто поразвлекались, послушались, подходят, не подходят, там, типа, погадал, мое, не мое, и ушел. Нет, это случайные залетные пташки, и они больше ко мне на мой канал не попадают, это 100%, потому что мой канал не про это. Мой канал про работу, по взаимодействию. В процессе того, когда я делаю расклад, вы начинаете работать с собой. Каким образом? Берете тетрадку, ручку, начинаете слушать расклад. Если вас цепляют какие-то слова, какие-то выражения, ставите на паузу, выписываете это слово. В этот момент у вас начинает как реакция на услышанное, да, слово, либо выражение, либо какая-то реакция на то, что, как мы с вами про взаимодействовали, у вас появляются эмоции, вы записываете эти эмоции, и идете вслед за ними, у вас будут рождаться какие-то воспоминания, да. То есть вот эти эмоции я примерно так же чувствую, допустим, когда я сдавал экзамен в школе, у меня было такое же ощущение, что там, вы начинаете дальше работу самостоятельно, задаете себе вопрос, что там важного такого было в тот момент. А в тот момент меня кто-то высмел, меня унизила учительница. То есть вы описываете эту ситуацию, вот в этой ситуации и кроется корень того, что вас зацепило именно в самом раскладе. То есть не то, что вы услышали. А мозг, наверное, сработал таким образом, ассоциативным рядом. Он вскрыл именно вот тот блок, который вам мешает. И дальше, когда вы раскопали эту ситуацию, очень важно задавать правильные вопросы, да. То есть о чем? Какая связь, да, вот той ситуации с этим? Что общего, да, того, что я слушаю сейчас в раскладе элени, и тех воспоминаний? Что было скрыто? Задаете здесь очень глубокие вопросы, и происходит процесс осознания. Если вы все правильно сделаете, то польза от того расклада, который вы действительно посмотрели, она будет намного глубже. Это и есть та самостоятельная работа, тот акцент, который я делаю непосредственно на своем канале. То есть не просто дать вам информацию, и потом вы забыли и пошли дальше. Нет. Один момент, то, что я уже озвучила, это я в обход вашего сознательного даю вам сею семена, непосредственно разговаривая на языке вашего бессознательного через образы, через состояние. То есть уже сею семена, которые в какой-то определенный момент будут в нужный момент распакуются. Распакуются, вы вспомните эту информацию. Распаковка – это про то, когда мы вспоминаем нас осенило. О, вот про это было. Теперь я поняла, о чем там говорила элени в раскладе. Теперь мне понятна эта ситуация. Это один момент. Второй момент, особенно, когда вы пишете, меня я прям прослезилась, меня зацепила, мне хочется плакать, либо наоборот меня это злит, меня это раздражает. Вот если вы сможете славливать вот эти вот все эмоции, непосредственно услышав какое-то мое слово, какое-то мое выражение, вот мои слова являются триггерами, являются теми якорями, которые запускают в вас эмоции. А эмоции у вас породились откуда? Из какого-то момента. И вот если вы будете проживать эти эмоции, проживать, то есть не стараться их убрать, а хочется плакать, вы плачете, хочется нервничать, как-то переживать, вы это разрешаете себе делать, у вас будут воспоминания всплывать, откуда впервые вы посеяли это все, и дальше там вы разбираетесь. Так примерно работают психологи. Вот. И цель моего канала, она направлена именно на это. Я открыто и щедро делюсь со зрителями непосредственно информацией через расклады. И я всегда говорю, мои расклады мы не слушаем, мы параллельно там готовим, мы не слушаем, мы параллельно там бьем чай. Это так не работает. То есть если вы хотите действительно разобраться в себе и в той теме, в которой обозначен расклад, надо работать с ручкой и тетрадкой. Это действительно работает. Иначе вы... Ну, это просто сизы в труд. То есть бессмысленно. То, что вы смотрите, вы не получаете никакой пользы. И в тот момент, когда многие пишут комментарии, там совпало, не совпало, это вообще не про меня. То есть мои каналы, мои расклады, они не работают на то, чтобы совпало и не совпало. Если не совпало, это как раз и есть тот фильтр, отсеется, что вы не мой человек, почему не совпало? Потому что мы с вами не в унисон. На моем канале люди, которые вы не шоу вместе со мной. Что это значит? Это значит, что у нас схожие энергетики. Это значит, что мы находимся примерно на одном уровне развития. Мы ищем примерно одни и те же вещи. Именно поэтому мой канал, который только в начале, я его когда открывала, был возраст там, ну, около 30 лет. Сейчас возраст подписчиков более зрелые люди. То есть люди, которые действительно хотят разобраться в себе, которые действительно хотят понять. И вот эти вот моменты жертвенности, да, эти люди тоже, они будут отпадать в контексте того, что я не могу решить свою задачу, я там заложник там судьбы, я там слишком взрослый, я уже ничего не могу поменять. Вот эти люди, они, ну, они не мои, да, это не для вас расклад. Я, мой канал, я сразу вам говорю. То есть мой канал, он направлен на людей не в возрастной категории, а именно по состоянию души. Если вы хотите, вам может быть и 70 лет, и 80, и 90. Все зависит от менталитета, от того, как вы воспитывались и что вы хотите от жизни. И если я слышу, что, о, мы так, ну, не было возможности, поэтому так воспитались, вы в любой момент можете начать работать над собой. Второй вопрос, что вы стараетесь как-то обмануть себя и сказать, что я чем-то там ограничен и я не могу. Это иллюзия. Вот. Вот такое вот вступление я хотела сделать. Если то, что вы услышали, вам достаточно созвучно, то тогда я ваш человек. Вы также можете приходить ко мне на личные консультации. Консультации мои проходят примерно в том же формате. Это психоаналитический разбор с помощью Таро. Я очень много говорю и делаю параллельно расклад. Я даю решение, а не просто рассматриваю ситуацию. То есть я не занимаюсь предсказанием, я не говорю то, чего я не знаю, а всегда делаю акцент исключительно на свой собственный опыт. То есть если я что-то сказала, это значит, что я уже в своей жизни это попробовала. Если я не пробую, я об этом не буду говорить, потому что это будет пустая болтовня на самом деле. Также я хочу сказать, что если вы подписались, я вам очень рекомендую просто сделать небольшую ревизию моего канала, посмотреть, то есть перейти на главную страничку и посмотреть в разделе плейлистов, что там есть. У меня очень много разных плейлистов. Не в одном из них, если мы говорим о Таро-раскладах, а их четыре. Это по самопознанию, детско-родительские сценарии, отношения, как я уже говорила ранее, и финансы, и бизнес. Это четыре основных плейлиста. В них нет повторных раскладов. То есть если этот расклад попал в раздел финансов, он не будет в разделе именно детско-родительских отношений либо по саморазвитию. На канале более 300 раскладов. У них нет временных ограничений. То есть неважно, в какой период времени вы посмотрите. Я работаю с информацией, еще раз скажу. И это значит, что в тот момент, который вы смотрите, на тот момент это и актуально. Даже если, допустим, это расклад касательно о том, как пройдет ваша энергия года, и вы попали там на 19-й год, либо там, я не знаю, на 20-е, сейчас на 21-е, это не значит, что вы не можете посмотреть. Вопрос заключает в том, в моменте, когда вы начинаете просматривать, это показатель того, что у вас есть дефицит данной информации. И если вы нажали на эту кнопку, значит вы эту информацию послушаете. Второй момент, услышите вы это или нет. Это тоже очень важно. В раскладах, когда вы заходите в работу, вы входите в позицию непосредственно ученика, то есть человек, который ничего не знает. Не нужно проецировать на мой расклад, на меня, то, что я говорю, свои собственные знания. Это бессмысленно, потому что доказать мне вы все равно ничего не сможете. Да, это не нужно. Если вы пришли, здесь вопрос получить с ответа. И ответ мы получаем только тогда, когда мы готовы их получать. То есть, если вы входите в позицию, а, докажи мне, покажи, это все. Это не работает, одним словом. Сразу идите в другой канал. Я про это. Поэтому загляните. Также в плейлистах у меня есть прямые эфиры, которые я записывала на YouTube. Еще расскажу. Они проходят в формате беседы, ответы на вопросы. Там я даю очень много полезной информации, которую раньше я выдавала в вступлениях к раскладам, начиная с 2021 года. То есть, с этого года я уже не буду делать вступления к раскладам, а буду давать необходимую информацию только на прямых эфирах. Есть плейлист, который называется Таро простым языком, где я отвечаю на вопросы, которые задают люди, незнакомые с Таро. То есть, что-то им непонятно, что-то хотят уточнить. Также есть плейлист под названием «Великие Арканы». Когда я только изучала Таро достаточно глубоко, я проводила прямые эфиры в Инстаграме, там не все, правда, «Великие Арканы». И рассказывала подробно о глифах, которые нарисованы, потому что Таро – это система, это не предсказательная система. У нее не было предназначения для предсказания. Таро было создано, скорее всего, не то чтобы создано, а использовано в Ордене Золотой Зары Зарит для получения информации. И информацию получали через видоизмененное состояние, проще говоря, для медитации, а не столь для предсказательной системы. Но, невзирая на это, Таро – очень глубокая система, я ее очень уважаю, я очень люблю то, чем я занимаюсь, и отвечая на вопрос многим о том, что для кого вообще вы делаете расклад. Я сейчас вас огорчу очень многих и скажу следующую вещь. Я не занимаюсь помощью другим людям. Все, что я делаю, я делаю исключительно для себя. Мне нравится то, чем я занимаюсь, но если от моей любви к Таро, от моей любви к тому делу, к той глубине, к которой я изучаю Таро, потому что в Таро заложено очень много наук, такая как астрология, как алхимия, нумерология, и магия, основа, которая лежит в Кабале, то, что в принципе я изучаю все эти науки понемножку, кроме нумерологии, все остальное я с огромным уважением я люблю это делать, и поэтому я получаю огромное удовольствие от того, что я записываю именно ролики, и если от этих роликов есть какая-то польза вам, я только буду радоваться, но я не не нахожусь в иллюзиях, говоря о том, что я записываю расклады исключительно, правду говорю, исключительно для того, чтобы помочь вам, но я рада, если от моей любви, от моего избытка, изобилия, а не наоборот, от дефицита, вы получите огромную пользу, поэтому я делаю все расклады с огромной любовью, если в каких-то раскладах вы заметите, что я немножко зависаю, не помню какое-то слово, либо еще что-то, можете, ну, не умничать, да, что, типа, вот, или они, это про это, писать в комментариях, сразу скажу, я комментарии не читаю теперь уже, и поэтому я не буду знать то, что вы там хотели сказать, но если вы хотите отблагодарить за мой труд, вы можете поставить палец вверх, либо донат переслать, он всегда есть, номер карты в описании к раскладам, либо если действительно для вас очень что-то важное, и вы хотите поделиться, и вы хотите, чтобы я вам дала обратную связь, и что-то с вами поговорила, взаимодействовала, какой-то у вас есть вопрос, либо какое-то предложение, вы можете мне писать на почту, либо в инстаграм директ, у меня нет других соцсетей, кроме инстаграма и канала, можете писать на почту, и возвращаясь к тому, что я не помню, я расскажу вам, как происходит процесс, когда я делаю расклад, я сонастраиваюсь на первых картах, а дальше я вхожу в состояние потока, и это видоизмененное состояние, в котором отключается частично, чуть не полностью, частично логика, это говорит о том, что я не могу вспоминать какие-то слова, то есть если они сразу не всплыли у меня, я не фокусируюсь на том, чтобы вспомнить это слово, вот к чему я говорила про умничество, почему, потому что, если я буду фокусироваться, как правильно сказать это слово, как оно называется, подбирать, я включаю другие функции своего мозга, они выбивают меня из потока, и я теряю ту нить, то направление, в котором я должна, и ту информацию, которую я должна сказать, поэтому я предпочитаю говорить, что я не помню, не потому что, еще раз скажу, я не знаю, а потому что у меня работают в тот момент другие области мозга, когда я нахожусь в видоизмененном состоянии, и процесс, в котором в потоке, он происходит следующим образом, иногда вы можете замечать, я смотрю в одну точку, просто потому, что у меня в этот момент работают абсолютно все органы восприятия, это слух, это вкус, это зрение, это кинестетика, ощущения, я славливаю информацию полностью через свое собственное тело, я могу ощутить боль, я могу ощутить вкусы, я могу ощутить запахи, и это у меня происходит не только в виде картинок, а это происходит именно в формации скорости, я не знаю, как вам объяснить, как выглядит скорость, но это поток, и вот я должна вот эту вот скорость, то есть вот эти вот волны, я их должна перевести на человеческий язык, понятный, то есть я должна, во-первых, уловить, должна одновременно это все ощутить, и перевести на понятный вам язык, это очень большие скоростные процессы происходят, поэтому я не фокусируюсь на том, что если какая-то мысль у меня убежала, либо какое-то слово я не вспомнила, я вам это говорю для того, чтобы вы просто понимали, да, как происходит процесс, и как я считываю вообще информацию, об этом вы, наверное, ни на каком канале не услышите, и вот в этом процессе, вот в этом состоянии, я читаю полностью информацию, я понимаю, что вас удомило, на этом я, наверное, остановлюсь, просто важно было записать этот ролик, чтобы вы понимали, с кем вы имеете дело, очень рекомендую приходить вам на прямые эфиры для того, чтобы понять, подходит ли вам информация того или другого человека, вы обращаете внимание не на саму информацию, а на то, кто несет эту информацию, именно на носителя, потому что он ее искажает так или иначе, и если у вас нету унисона, если у вас нету созвучия именно с носителем, информации в данном случае со мной, все, что бы я вам сказала, вам это будет не подходить, и так работает все абсолютно в нашем мире, если вам созвучно что-то, вы это будете принимать, если вам не созвучно, вы не будете это принимать, поэтому прямые эфиры, которые я провожу на ютюбе раз в месяц, еще расскажу, в разделе сообщества я всегда пишу анонс, поможет вам понять, насколько мы схожи, проще говоря, либо нет. Я благодарю вас за принятую мною информацию, очень надеюсь на это. Добро пожаловать на мой канал! Субтитры создавал DimaTorzok